Добрый день, уважаемые трейдеры! Вы смотрите очередной выпуск финансовых новостей на канале Инстатв в студии Анна Касаткина. Популярная на рынке Форекс пара продолжает свое снижение после публикации важных макроэкономических данных, результаты которых не дотянули до прогнозов аналитиков. Согласно предварительной оценке экспертов, деловая активность в производственном секторе Германии в феврале выросла до 60,3 пункта, в то время как фактически рост в январе составил 61,1 пункта. Эксперты предполагали увеличение до 60,6 пункта. В секторе услуг рост замедлился с 57,3 пункта до 55,3 пункта. Общий индикатор еврозоны указал также на замедление роста. В феврале сводный индекс деловой активности вырос до 57,5 пунктов, в то время как ожидалось увеличение до 58,5 пункта. Больше внимания на себя обратил индикатор по деловой активности Франции. Комбинированный показатель, как свидетельствуют предварительные расчеты, упал больше, чем ожидалось – с 59,6 пункта до 57,8 пункта. Снизились темпы роста объемов производства в обрабатывающих отраслях и секторах услуг. Однако некоторые эксперты продолжают позитивно смотреть на опубликованные данные, отмечая, что индикаторы все равно пребывают на максимальных позициях. Но это пока не устраивает трейдеров. Котировка пары EURUSD лишь приостановила свое снижение, расположившись вблизи отметки 1,2335. Валютные стратеги предполагают, что курс евро может подняться уже завтра после публикации данных по деловому климату Германии. Тем не менее, не стоит забывать о протоколах FOMC, поэтому трейдеры сейчас не торопятся с выбором покупки. В случае, если содержание протоколов будет отличаться ястребиным настроем к дальнейшей монетарной политике ФРС, то вряд ли макроэкономические данные еврозоны будут способны изменить движение на валютном рынке. Вы смотрели новости на канале Инстатв, всего вам доброго, до свидания!